Доброго времени суток дорогие друзья, подписчики и подписчицы и случайные зрители. Усаживайтесь поудобнее, сегодня пойдет речь о редко встречающейся рыбке в аквариумах любителей Шестура Бальфиата. Живой природе обитает в реках Таиланда, Вьетнама, Малайзии и Бирмы. Как правило, на быстром течении в воде сильно насыщены кислородом. В этих реках обычно на дне всегда лежит грубый песок, гравий и окатанные валуны. Водных растений практически нет, а в период засухи во время сухого сезона могут переждать это время в изолированных, застойных водоемах. Ну а теперь о том, как их содержать в аквариуме. Шестура Бальфиата предпочитает слабокислую воду в пределах диапазона от 6,5 до 7,5. Нуждается в очень чистой и, конечно, в сильно аэрированной воде. При этом желательно сделать в аквариуме сечения. Идеальная температура воды 25-26 градусов. Для хорошего самочувствия этих рыб важно ухаживать за аквариумом, делать подмены воды не реже одного, а лучше два раза в неделю, примерно по 30% от общего объема аквариума, чтобы была вода всегда чистой. Естественно, на дно желательно положить крупный песок, гравий, камни и окатанные валуны. Помните о том, что Шестура Бальфиата любит различные укрытия и для этих целей отлично подойдут коряги. Хоть растения им и не важны, посадить их можно. Для этих целей отлично подойдут анубиасы, папоротники и различные виды криптокорин. Плюс к этому они важны для создания затенения и укрытия. Теперь перейдем к самой рыбке. Шестура Бальфиата Объем аквариума при таких размерах должен быть от 50 литров. Многие аквариумисты считают, что Шестура Бальфиата не уживается с другими рыбками, но это не совсем так. Все дело в том, что многие близкие виды к Шестура Бальфиата и относящиеся к Немо Челидей действительно агрессивны. Но рыбка, о которой говорим мы, менее территориальна и более уживчива с другими видами донных рыб. Хотя есть, конечно, кое-какие запреты. Например, не стоит содержать с медленными рыбками, с теми видами, которые имеют вуалевую форму плавников, а также с маленькими коридоросами. Самое главное, не вздумайте в одном аквариуме с ними содержать креветок. Сидят и очень быстро. Другие рыбки, которые плавают в средних и верхних слоях воды, должны быть мирными. Это могут быть гупи, даню или даже барбусы. С хищными рыбами почти никогда не уживаются. В кормлении в целом всеядное. Но живой или замороженный корм поедается намного активнее, чем промышленные корма. Не стоит забывать о том, что шестура бальтиата в живой природе питается насекомыми, ракообразными и зоопланктоном. А вот растительная пища составляет минимальную часть в их рационе. При правильном содержании шестура бальтиата может прожить в аквариуме около 10 лет. Наверняка вы подумали о разведении этих рыб. Но эту тему нет смысла поднимать, так как на данный момент еще никто в аквариуме не смог развести этих рыб. Но как отличить самку от самца расскажу. Взрослые самки имеют более округлое брюшко. У самцов видны щеки. Это лучше можно увидеть, если смотреть на рыбку сверху. Также самцы в преднерестовый период принимают более красочную окраску. Помимо этого, самцы более активны в аквариуме, чем самки. Ну вот, в принципе, и все, что мне хотелось сказать про эту рыбку. Обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписались. И не забывайте о группе ВКонтакте, в которой вы можете делиться фотографиями своих аквариумов, делиться опытом или просто общаться. Всего вам самого доброго и до новых встреч. До свидания. Обязательно подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok